Так, ну что, итак, значит, первый поздоровался Иркутск. Смотрите, какая это. Ну, участников к концу всегда вот порядка 60. Меньше не становится, значит, мы договоримся с Антоном Валерьевичем. Меньше не будет участников, значит, будем продолжать до бесконечности. Так, Иркутск, Казахстан, Железногорск, землякочка ваша. Так, Курган. Так. Вон Самара. Самара. Сталинград. Ну, это Сергей, это мой важнейший помощник. Вот. Вот. Апарина. Московская область. Так. Селенов. Иркутск. Архангельск. Вот. Архангельск. И вот я, ну, считайте, мы уже беседуем. Архангельск и, это, Мурманск и Карелия. Там больше всего пострадал от этого ледника. И этот ледник, он, когда шел, да, он сдирал плодородный слой, даже не как, даже так, а прям как стамеска, даже как рубанок. Вот. Пришло время, ледник ушел, плодородной почвы нет. Вот так вот. А до этого все росло. И у людей, а я же не сегодня начал заниматься садовым садовым садовым. Множество всяких этих, мне не знаю, мнения такие. Мне что там делать садовым. Там даже не карелии растут. Там, там, понимаете, это ледник на большей части Архангельской области, Карелии и Карелии, а там же теплее, чем у нас. Ну, да. Теплее, но и влажнее. А может, вы сказали, что сделайте им апрекосы на слева. Пусть растут так? Да, да. А апрекосы Бродского-то не было плавно. Вот. И мои тоже, эти же, Амуры, Серафима, они же не боятся совершенно, вон, ни одной верточки. Ну, у меня же все интересное, да? Можно было бы верить, не верить. Но вы же видели, что это листья-то чистые. Если бы вот своими глазами не видела, то не поверила бы. Ладно? Так, ладно. Теперь, значит, так, с нами поздоровались. Теперь. Еще поздоровались. Еще поздоровались. Еще. А, два раза отправил заказ на земные косточки. Пусть салазапроса, ответа не было. Может, вы не отправляете? Самое обидное для меня, я сейчас только... Цельный скидывал. Может быть, она... Не, ну как я мог не ответить? Для меня это самое обидное. Вот, и куда уходил заказ? Ну, набирайте это самое... Вот сейчас. Вот, каталог Семян Валерия Железова. Может, я что... Я сам раз туда даже не нажимал. Я же не буду сам у себя заказывать. Мне кажется, на этом все и кончится. Так, ну, обидно. Ну, в крайнем случае, ну, уже звоните мне, будем разбираться. Просто набирайте мой номер. По-моему, все знают. Так, ну, пропал. Жалко. Я сам рад, что надо делать. Так, Антон ответил. Огновила, нет звука. Елена пролетает. Ну, Елена, если что, потом записи всегда же можно. Так, окончание анекдоты не такое. Ну-ка, ну-ка, а когда ты... А ты тогда иди к нам на трибуну. А какого анекдота? Видимо, про это. Про кого? Обесьянов. Да, нет. Ну, Елена, если что, потом... А, может быть. Так. Так, ну, попалась. Елена Савинич. Порядки на высшей работе. Можете вывести абрикосы слишком высокие? Для центральной России с высоким уровнем готовых. Вот. Вот как раз мы этим и занимаемся. Мы такие сорта испытываем. Из генетический центр Дальний Восток, а эти все абрикосы, они как раз очень устойчивы к повышенному уровню влаги. И мы предполагаем, что и к уровню грунтовых вод они будут устойчивы. Так что мы как раз над этим работаем. А как только какая-то информация подтвердится, уже можно будет ее предлагать и к продаже. Ну, а сегодня? На данный момент мы можем предложить только абрикосы Юрия Васильевича Бродского. Они очень себя хорошо показали в условиях сырых, в условиях повышенной влажности. Ни один из них не выпрел, и корневая шейка у него не подопрела, и ни один не заразился никакими болезнями. Это при том, что у нас было самое влажное лето за 35 лет. И оно, наверное, ничуть не менее сухое, чем где живут вот эти прибалты. Я думаю, да. Так что работа ведется. Так, смотрите. Корневый абрикосы не всегда с большим центральным проводником. Особенно, где у близкого культуры воды дерева некоторое количество сельца вызывает мочковатую корневую систему. Так, мочковатый разливается часто, когда корр пересаживают, обрубают. Вот. И еще есть такое дело. Это мое наблюдение, Александр, но еще не окончательное. Дело в том, что мы до этого не дошли, а мог бы сегодня в этом вебинаре даже где-то эту тему обсудить. Но не последний вебинар. Когда косточка садится вверх ногами, так образом, не боком, а, допустим, на торец. Вертикально. Да. И вот это называется, я это называю не лживой, а как бы мнимой мочковатостью. А так вот, получается, он хочет вниз. А приходится одевать. Еще раз говорю, я ни на что не намекаю. Я ни на что не говорю. Я не говорю вам, садите плоско, как я учу. Я не говорю, садите так, чтобы корень шел вначале вверх, а потом вниз. И это дает что-то. Я просто высказал намекинка. Я просто высказал догадку. Потому что я заметил, как корень странно изгибается. Это еще не мочка, но изгибается странно. Похоже на мочку. Они вверх ногами или косточки есть. Но это догадка. Идем дальше. Так. Именно такие образцы способны носить на земле. Да, но сфера надо загубить. А потом убедиться, что не все погибли. Вот это минус. Вот женщине конкретно надо. Ну, давайте пока посоветуем. Пусть на сливу прививает. Я показывал пример, когда Сергеем проводили вебинар с Жильзовым. Я показывал примеры. Были у меня удачные примеры на сливу. Специально этим не занимался. Так. Метод тык откнул, смотрю, плодоносит. Вот. Под несколько лет побудоносил, помер. Дай бог с тобой. Вот. Вот таким путем, может быть, ей посоветовать на терну, на сливу, на лучу. Как временный вариант. Пока, как вы говорите, наука сделает. Так. Дальше. Вообще есть мысль, что дерево не такое уж тупое. И способно приспосабливаться, где проявляется некоторая пластичность. Но некоторые это еще не... Вот когда мне говорят так. А вы, Валерий Константинович, дайте мне гарантию. Я говорю, не дам. Это можно дать. Не дам. А вот в трубке. Пи-пи-пи-пи-пи. Все. То есть зона, к следующему, будет тому, кто даст гарантию. Нашла на поле полносящую дикую яблонку. Она притупилась. Притулилась к сосне. Укрывающая ответа. Интересно. Значит, кустообразная. Скорее пширь, чем вверх. Яблонки крупные, красивые, но на вкус кисловатые. Мякоть плотная и вяжущая. Можно ли семечки использовать? Откуда брать семечки для прививок? Ну, ясно, что, во-первых, не можно, а нужно эти семечки брать. Все-таки землярочка ваша. Вот. Уже, как бы, местности к вашей привыкла. Теперь, где брать семечки для прививки? Ну, у меня еще немного есть. На неделю, на месяц как брать будут. А потом все. Я специально, мы не дошли до конца вебинара, да. Там у меня есть, я специально показывал. Короче, завтра Александр увидит и потом еще подтвердит. Я лично не срезал ни одной веточки яблоня на продажу. Все от Чернобаева. Вот. Сколько он смог срезал, то есть они скоро закончатся. Но пока, если не поздно, заказывайте. Я говорю так, уже не надо 20 черенков. Хотя трудно в очередях стоять. Пусть 10. Пусть будет 9, 8, 7, 6. Вдруг вам надо там всего 5. Если еще что-то заказывать. Так, есть фотки. Это яблонька одна из многих плодоносек. Другие растут исковерканные ветрами и зайцами. Руты не растут. Ну, у нее получается, что ее спасла. Сосна. Ладно. Так, надо пробовать, обязательно пробовать. Имея семечки с местных. У нас ее в Батерскую крупную телу. Все правильно, не болеющих. Вот только единственное, что, если немножко, мы не тем людям советуем. Тут посоветовать бы в ближайшем ГСУ, НПИ. А простым людям надо, ткнул и растет. Вот как надо. А так, конечно, вот представляете, что вот сейчас человек пошел искать. Чтобы осянцы были местные, выносливые, богатырские, крупные. Вот он ищет, ищет по всей округе. Ох. А привать уже надо культурные, вкусные. Вот тут по праву. Опять же, преодолевать несовместимость. Ну, подумаешь, у меня 35 лет. Только единственная, что несовместимость этого преодолевала. Если несколько подвоев, сразу берите, вырастите, больше шансов. И еще раз говорю, все это хорошо. Но хорошо, когда на округе, всегда в каждом районном центре есть хоть свой такой, кто это делает сознательно. А остальные только успевают к нему подъезжать, платить, и забирать готовые саженцы. Уже с нужной крупностью, уже с нужным качеством и биологической совместимостью. Ой, так. А то, что... Что там говорить? Нормальные люди, они нас сейчас послушают, а потом все равно пойдут на рынок покупать. Или это... Выпишут с этого сайта с красивыми фотографиями. Так. Александр, можно поподробнее обойтись с флочковатой системой? Ладно. Теперь, на дичке это яблони поздние. Госпожа Розова. Как-то даже непривычно такое обращение. Госпожа Розова. Для привыга тоже надо выбрать поздний сорт с похожими по виду плодами, но с хорошим косовикаче. Может быть... Может быть, диска это полном потомок... Дичка, наверное, потомок какого-то сорта. На поле этим коров после их могли кормить яблоками. Так. Да, конечно, потомок какого-то сорта. Так. Александр, смотрите, как-то раньше скидывал. Вот он ссылку отправляет. Ответил на вопрос. Молодец. Вообще, может и коровы рассаживать семена запросто. Я имею в виду сеянцы какого-то... А, минуточку, откуда? Сергей Розов, это ты что? Сергей как раз спрашивал про... А где я не видел? А, вот же. Всем здравствуйте. Про абрикос мочковатый. А я не заметил, фамилию не заметил. Сразу текст. Сергей, привет. Вот ты оказывается с нами. Так. Ну вот видишь, смотрите, он старый волк. Вот тебе ссылка готова. Так. Теперь. Как ни странно, все сорта дают мочковатую корневую систему. И ваши белгородские... И белгородские отброски. Вопрос только в проценте выхода. Но у меня земля еще не болото. Примерно 5-10% вот таких. Так. Мотай на усы, Георгиевич. Так. Есть смысл, что всему виной летние осадки. Дождик не редкость. Корни абрикоса нет нужды. Бурит землю. На поиске воды. Да, только чаще они просто погибают. Не бурят. Так. Сергей, из ваших сортов лучше всего вырастает жердель. На порядок больше других выживает после зимы. Я понял так, что... Сергей Валерьевич, твоя жердель уже... Ну как жердель? Может быть, тут не написано косточкой или саженцем. Вот. Но факт то, что оказывается... Вот нам, Александр, смотрите, дает ответ. Лучше всего жердель. А как лучше? Не лучше. Знаете, какой сырость там, как это... Какие зимы на Украине, на Юге? Брррр! Сыро, противно. Кажется холодно. На самом деле это не холод. А просто это... Прогорает до костей эта сырость. Вот что такое зима на Юге, Украине. Вот вам благодать. В жизни бы там... Не хотел бы зимой жить, просто жизнь заставлял. Езди туда. Так, всем здравия. Неужели меня пустил на вебинар? Все ошибки выдавала ссылка. А Арсения Виноградова, это еще один наш. Вот так же, как Смотритель, так же, как Антон Валерьевич, организатор наших семинаров, Шафронов. Вот, вот, один из таких, вот, из наших любителей, Александр Виноградов. Его редко, наверное, бывал, потому что... Но мы с ним перепишемся. Знаете, что он мне выдал? По-моему, ты сегодня мне выдал, Алексей. А мы не успели посмотреть. Я, Савинич, показал эту весь ссылку. Мы открываем. Прекрасная саженца метровая, великолепная, здоровая груша. Ну, правда, приоритет польская, это огромный минус. Но вид у них великолепный. И вот он берет, рукой сжимает, и сверху вниз, как он, трррр, вот так показывает сильно. Тррр, прям вот так же, со страшной силой. А те, которые не ошмыгнулись, он их еще этими ногтями ковырял, выковырил. Это называется подготовка к выковке, к продаже. Это, ну, я смотрел, волосы вроде нет. Слышу, что-то на голове шевелится. Вот. А потом не выдержал, как раз приехал я на саду, и говорю, посмотрите, что же это делается-то на свете. Ну, и здоровая саженца, но начертаюсь, прежде чем их... Ладно, некоторые делали как. Помните, как-то я показывал в бинаре? Там нижняя часть персиков. Саженца персикометровая. И нижняя 30-40 сантиметров. Тррр, листьев нет. Вот. Ну, чтобы штамп ему делать. Он его спрашивал, нужен ему штамп, персиков. Вот. Он персика не спрашивал. А этот вообще от верхушки. Вот, спасибо. По-моему, это ваша была работа. И вообще, вам замечательный помощник. Вы знаете, Алексей, если бы не был, я же не знал бы, что я такой знаменитый. Что стоили 200, это самое мало уже 200, питомников присвоили мои фотографии. Я получил признание от мошенников. Фух. Дождался же все-таки. Так, спасибо вам. Каждаю, наражу. Так. Сына, наряду, е-мое. Так, зима не наступила. У нас тоже минус один градус. Так, Елена Савинич, что? Елена Савинич, вторая, четвертая буква, И. Савинич. Скажет о корневых отводках грушек. Ссылка. Ой, вы знаете, если ссылку надо смотреть. Может быть, нужно посмотреть и потом ответить на вопрос. Может, потом. Или, может быть, я лично напишу Алексею. Мы когда посмотрим, чтобы сейчас время вебинара не тратить, чтобы... Да, ссылки, мы не открываем ссылки по одной причине. Мы тут уже испортили один вебинар, когда ссылку открыли. Потом получилось одно. Говорю одно, а показываю другое. Так вот. Может быть, давайте как раз мы Алексею ответим. Или по электронной почте. Ну, нельзя нам ссылку. Ссылку нам открывать нельзя. Точка. Это... У меня начальник есть. Зовут его Сафронов. Так. Просмотрел видео. Сеансы однолетних абрикосов всегда так практически выглядят. Он уже успел. Ну, молодец. Он же не на нашем компьютере смотрит. Сергей Железов на сеансах абрикосов съел собаку. Во всей России вряд ли найдется еще хотя бы один человек, кроме тех, кого на свете нет. Самых... Ну, я про Байкалова, про... Говорю, допустим, про Мичурина, про Казмина. Вот. На встрече время в России нет ни одного человека, который бы столько видел, вырастил, выкопал, перекопал, перешудил, привил, как Савель Железов. То есть он сразу перешел в разряд этих, ну, как, маститых садовод. Маститых, вот. Так, центральный корень там есть, природу не обмазишь. Это его. А это он видел, это, ссылку. Насчет осадков, правильно. Насчет жерделя Миритопольского вопрос спорный. Предлагаю всем участие в вебинаре задать интересный вопрос, на который отвечу на следующем вебинаре. А, правильно. Вот, так и надо. Так и надо. Чего я за тебя уже с 60 вебинаров отдываюсь, только 51 ты был. Вопросы выше, электронный пульс. Питомник, Железов. Отлично, молодец. Я даже гнал, что ты участвуешь. Вот. Дети есть дети. Младенцы это... Бывает важнее сада. Так. Корни отводки в руши замечательные. Привыки на не сильно ускоряют плодоношение. Корни отводки. Кстати, я сразу скажу, я в своей практике только в старинном саду встречал корни отводки груши. Больше не встречал никогда. Вот. Ну, он правильно пишет. Большая решение. Так, дальше. Сидерин плюс поставил. Так, Багринцев. Ой, еще один нам этот. Как бы сказать. Слушайте, у нас своя элита уже есть. Виталий, привет. Рад цвета. Домник не появлялся. Я знаю, куда писать, Сергей, в друзьях к нам. Или груши дают отводки, если есть поврежденные корни. И, блин, как поехать на саду. Но это редкое явление. Все. Пока спора нет. Или как, базара нет. Я брал корневые отводки там, где спилили грушу с неседобными. Да, да, да. Вот это верно. Это их можно создавать специально. Вот таким путем. Вот. Не трогай грушу, не будет отводка. Так, Валерий Костич, какой слегка с мазурского ореха? Я вынужден сказать со стыдом. Единственный год мы выращивали мазурский орех. Мы посадили его под землю. Он взял, взошел весь. Вот. И для этого все. Специально не встречировал. Пользуйтесь сроками, которые дает таблицы, которых полно в этих. Они, скорее всего, правильные. Вот. Но разделение идет какое? Знаете, я сейчас скажу. Я вроде бы на вопрос не ответил. Мне сказали, что я, извините, не вешал. И идти на следующий вопрос. Но я хочу что сказать. У меня созданы специфические условия для перезимовки. Вот. Часть, допустим, вот та дама. Помните, самая первая, которая растерялась, не знает, что делать с сухими семенами. Она думала, я пришлю уже. Ну так, внимательно прислала каталог. Вот. Удивилась, что прислал сухие. Хотя это и правильно сухие пока. И вот получается, часть зимы сухие у меня, а часть все равно в песке. А сертификация фактически началась. А где сухие хранят? Некоторые хранят их в тепле. Это некоторые, когда рассылаются на источники в тепле. А получается, тогда надо и в песок раньше. Предпоминайте. 150-108 дней пишут про сливу. Так же? 100 дней больше пишут про черешню. Там бывает 120-140 дней пишут про какую-то вишню. Вот. А у меня сроки меньше. От двух до трех месяцев. Почему? Объясняю. Уже сухие, в баночках стеклянных разложены. По полочкам пришлось разоряться. Еще два холодильника купить. Бусловки такие. И получается, что они как бы в сухом виде, но они в холоде. То есть мы их обманываем. Они уже лучше хранятся, чем в теплее, естественно. Правильно же? В холоде. Они спят мертвым сном, но сухими. А пробуждение частично начинается, когда уже сливы в январе, а в феврале видишь, что там абрикосы и так далее. Все остальное в январе, ой, в феврале. Остается довольно-таки два-три месяца. И у меня, получается, где-то смотришь в марте, просыпаются, а не в одно время. Ну, по крайней мере, я гарантирую, что большинство людей, кто последует моим советам, фильмам, больше, чем зайдет. Все нет. Некоторые, бывает, торопятся, перерастут. Некоторые вообще не зайдут. Это называется резерв главного командования у Господа Бога. Вот. И получается, что я долго говорю, но смысл такой. Фактически, именно у моих своя специфика. Хранение сразу после сбора, промывки, сушки, сушка 3-4 дня и сразу в холод. Уже начинается серификация. Но я называю серификацию сухие, не полную. А уже когда серее, уже полная. А к весне, уже, ну, сами видели, я показывал петонных железов. Сколько там было проплесных, хоть одну видели? Хух, я дальше. Так. Значит, про орех я, хоп, отболтался. Вот, под зиму садил. Нет, я сейчас могу, что у меня орехи. Теперь под зиму посадить. Ну, и до сих пор земляю не замерзну. Так, я тут скажу, что у меня орехи называется «Краслива». Так. Семенов. У нас корневые трутки появились в игрушку, которая сильно отломана почти до штаба. Ну, естественно, пытаются обрадиться от корней. Так, многие путают порцию, от корней, вот. Да, совершенно верно. Ну, тут уж как путают. Ну, тут уж это слоя 5 десятых фотографий. Ну, вот, бывает, что он, вроде, в сантиметрах 10-20, мы думаем, что это храневые отводы. Так. А начинаешь откапывать. А, не получается. У них корень настолько близко. И то, вроде бы, отводы, и то. Но, ну, это, конечно, отводы, которые метр и двух, там уж точно. Так. Именно не создайте мороженое хорзоидосовое сейчас-то. Вы знаете, вопрос с корней. Во-первых, я, это самое, он действительно очень крупный, да. Вот. Я одно убедился. Ни черта он не это. Рядом у него растут, я показывал в специальных фильмах. Ну, это влияет. Ну, почему-то на урожайность соседних груш так уж вышло, что рядом груши кроны сомкнулись. Никак не повлияло. Ну, у него, ну, допустим, как, вот, некоторые, это спорные вопросы, его надо, ну, как ответы искать? Ну, представь себе, что один взяли вот этих маджурских орехов, целый лес вырастили, а посредине поставили избу и живете в ней. Вдруг окажется, что вы долгожитель. У них же сколько лечебных свойств. А то, что отпугивает мошкародок, еще и лучше, она маляринным комаром не будет кусать. Один крайность, да? Абрикос возьмите. Я почему сажаю все у меня подряд? Почему мало этих самых? В том числе, почему у меня мало этих? Кли. С одной стороны, деревья искалечены, потому что мы с каждого практически берем черенки. У вас, умоляю, не режьте, а сами мы режем, да? Садится, естественно, ослабленное дерево, садится тля, куда от нее делишься? Но у меня относительно меньше, чем у других, почему? Летит тля, у нее крылья, муравьи про нее еще не знают. Она летит себе, и на абрикос не садится. Понюхала воздух, не мое, и облетела абрикос за одним яблоном. Я это называю абрикосовой крепость. И у меня такие, к примеру, в море. Получается, что маньчжурский орех, он лечебный, его можно даже кушать. Вот у меня соседи, у них огромный орех, они пару мешков набирают, и всю зиму добятся, и добятся. Конечно, не грецкий. Конечно, там очень мало мякоти. Зато они знают, что он лечебный. Так что насчет не садите, надо у людей гектары есть. Садите, может быть, надо там дом ставить среди маньчжурских орехов. Только кто проверит, доживел до 100 лет? Ага, значит, все. Мы все бросим садить абрикосы, начнем садить маньчжурский орех. Так же, как мы считаем, что сосновые бары самые здоровые, правильно? А почему он здоровый? А там тоже не особо-то бабочка-то летает. Так, как я объясняю, как могу. Так, есть ли у вас в продаже костик персиков и лечины? Лечину решили сами, надо было раньше, пока я думал. Сергей Валерьевич, твои сестренки для тебя и лечины вырастут. Вот я рассказывал, я ее уже зафиксировал. Почему сейчас? Вот понятия не имею, когда, лучше раньше. Но в холодильнике есть места потеплее и похолоднее. Я банку поставлю в самый-самый этот, прижму прямо к ледяной стенке, чтобы пораньше не зашло. Теперь, костик персиков нету, и быть не может. 2,40 градуса зимных. Спасибо, хоть на следующий год жду урожай. Так. У нас первый год заплодносил лечину на пятый год. Ну, это нормально. Более, чтобы 30 орешков было полное, вкусное, взяли на семена. Дело в том, что у Людмилы, получается, была не лечина. Если они как разделяются, полное, вкусное, это все-таки, наверное, вы их не в лесу, не с лесом взяли. Можно куст из леса привезти. Там, это то, что называется лечина. Это лесной орех. Фундук, это культурная форма, десятки поколений отбора. Научитесь укоренять, или, в крайнем случае, может быть, даже прививать, у вас получатся крупные орехи. Может, они у вас сразу получились. По теории, если крупные достали чудом фундук, и действительно он настоящий, с него получили, он был укоренен, ну, то есть он, ну, как бы, вегетативный, так скажем, то он даст крупные орехи, а эти орехи посадите, из них потом только каждый четвертый пятый будет крупные остальные вернуться в дикость, то есть в лечину. Вот, это я говорю, потому что я с Украины, я вырос на этих, на этой решении. Так. Дальше. Горакуну, скоро мы будем это письмо знать на ее жизнь. Ну, что, я считаю, что я показал на этой 3, да? Вот. Пусть вы-то будете знать на ее жизнь, но Горакуну, от этого у них холода не жарко. Я ждал какой-то реакции? Ну, вы знаете, если через неделю будет 500 просмотров, а, это самое, Горакунов гораздо больше, чем нас. Вот. Поэтому, можете не сомневаться, реакции не будет никакой. Спасибо за науку, пожалуйста. Представил вам Валерий Костинец на почту фото корневых отводков груши, крайним сообщением. Спасибо. Вот. Все, что интересно, я покажу всем. У нас старый грушево-яблочный сад, тоже дает корневую порость, собирает жаршую тени на них привать. Корневая порость от яблок – великолепная вещь. По отношению на второй-третий год, фактически, ничем не хуже, чем итальянские эти сады, луговые. Вот. Не надо бояться корневой коротки, не надо ее ненавидеть. Видите, я никогда не мог понять. Корневая порость – сливы. Да, слива прекрасна. Вы видели, у меня даже из косточки прекрасная эти. Влади дает у нас Сергей. Из косточки. И она же дает корневой отводок. Да, молите Бога, он же такой же будет. Вот. Его надо беречь, его надо отсадить капитально. Мы, что тогда вот это, взяли, сейчас люди, вишню подавай. Мы ее всю этим, она нам, мы не ждали, пока выросил кулак, то есть толщиной, допустим, с кисть. А мы просто взяли ее, вместе с травой спиливалась, когда трава поднималась до высоты 30 сантиметров. Вот. Специально они культивировали. Сейчас я письмо только получил. Прислите, два саденса вишни. Сергей, а что ты будешь делать-то? Саденса, ты высылай. Нет, я возьму. Человек заплатил бы за них. Это я рекламирую, все везде и всюду. Потому что даже вишня, даже вишня, даже сибирская штамба представляет огромные цены. Чтобы мы знали о череснях, если бы у нас не были подвое вишневые. Так, ну что, кажется, как как раз и вышло. Мы уложились, 40 минут. Ну что делать будем? Заканчивать будем пока новых сообщений. А, а что такое новых сообщений, Динс? Что, нажимать? Нажмите, да? Нажмите, так это мы не закончим. Ну, не знаете. Давайте посмотрим. Я нажал. Ну, значит, нету, значит, закончились. Ага, я боюсь, сейчас кто-то скажет. Ну, еще туда вниз прокрутите, нет уже. А, нету, отправить. А, вот сюда? А, все, нет. Нету. Ну что, друзья, пока это самое. Если потом, пожалуйста, пишите на мой электронный адрес. Вот как, допустим, Виноградов. Писал фотографии, увижу, с вами поделюсь, если что-то там интересное. Будем считать, что мы сегодня закончили. Так. Сергей Железов напросился. Вот. Я и в прошлый вебинаре я пытался как-то разбудить, сказать, что пора уже брать в руки это все. Вот. Ну, будем так же. Еще раз, еще раз, еще раз. Каталог семян Валерия Железова. Те, кто хоть раз заказывал, у меня же все данные есть, 20% скидка, только обязательно напишите. Скидка 20. Те, кто первый раз заказывает семена, все равно будет скидка. Скидка 10. А то, кого здесь нет, напишут мне, допустим. Ну, и получится по полной стоимости. Все, друзья, до свидания. Спокойной ночи. Вот. Хорошо, хоть нас меньше не становится. Через неделю у нас будет полтыщи. Ну, пока это все. До свидания, друзья. До свидания. Всего доброго. Так, когда вас ждать, ну? Тебе-то весенних калибров, только в конце марта. А, ну хорошо, в смысле школьник они. Школьник. Ладно, мы в том времени не все-нибудь сообразим. Завтра едем. Все-таки Бронского заготовим. С этих самых тренинских деревьев, да? Вот. Все, друзья, пока. Не знаю, где-то откуда нажимать. Мы вот все трогать не будем, идем на кухню. Так, спокойно. Когда надо, сама можно забраться. Антон Валерьевич, пишите ссылку, пожалуйста. Я просто его и отправлю. Он не может нас видеть.